С этим срочно нужно что-то делать, ребята, поэтому я принимаю срочное волевое решение открыть несколько окон. Открыть, поскольку в Майнкрафте их невозможно, приходится разбивать. Всем, кстати, привет, ребят, меня зовут Пиксель, и я по-прежнему нахожусь у себя в деревне жителей номер 13. И как вы знаете, буквально пару дней назад я простудился, пару дней поболел, но сейчас всё нормально. Но, чтобы не заболеть, ребята, не заразить жителей и так далее, я сидел дома. И сижу по-прежнему, потому что нужно записывать ролики каждый день, ребята, несмотря ни на что. Но сейчас дома настолько нечем дышать, ребята, что я просто хочу выйти и прогуляться, открыв все возможные окна, открыв ещё и двери, ребята. Пускай, знаете, свежий воздух заходит, а не очень свежий выходит в обратную сторону. Я думаю, что полтора часа мне хватит. Пока прогуляюсь, ребята, подышу свежим воздухом, благо погода на улице пока что позволяет. Ой, там никнейм какой-то. Вот, ребята, как раз-таки есть чем заняться. К нам в деревню какой-то игрок приехал. Сто процентов игрок, потому что это не житель. И знаю я этого игрока, кстати. Это подипищик. Подождите, может, я что-то неправильно прочитал, но вроде всё верно. Стоп, секунду. Может, это фейк какой-то? У меня даже оружия никакого нету. Ладно, подождите, давайте я подойду и вот отсюда постараюсь услышать, чё он там бормочет. Он с телефоном ходит. Так, вот здесь, в общем-то, надо сфотографировать. Вот так, кладь с ним. Ага, здесь три дубовых, здесь камень был. Ну, в принципе, всё понятно. Всё, в принципе, ясно. Так, чё тут ещё есть? Чё там понятно? Так, ребята, а ну секунду. Сейчас проверим, подписчик это или нет. Здорово, чувак. Привет. Ёлки-моталки, ты чё вообще? Что ты делаешь? Чувак, подожди-ка секундочку. Во-первых, кто ты вообще такой? Во-вторых, ты чё тут ходишь с камерой своей, фотографируешь всё на свете? Ты чё, Пиксель, вообще дурачок, что ли? В смысле, кто я такой? Ты кто такой? Ты вообще чё здесь делаешь-то? В смысле, чё я делаю? У себя в деревне чё я делаю? Чё, сумасшедший? Чё за вопросы такие? В смысле, чё за вопросы? Ты дома должен сидеть, болеешь, там, а вдруг ты ещё заразный, отстань от меня вообще. И телефон не из-за тебя. Да никакой я не заразный, чё ты там с телефоном сделал? Давай, скажи, что ты из-за меня его ещё разбил. Давай, напридумывай. Да я и разбил его из-за тебя. Вот видишь, бах, вот и разбил, взял из-за тебя от испуга. А там все секретные архивы мои, фотографии секретные. Подожди, 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 это вообще сейчас не важно. Я должен убедиться, что ты настоящий. Ты никнейм-то свой видел? Чё у тебя с ником-то? А чё у меня с ником-то? У тебя ник подипищик. Кого? Да не важно вообще, подипищик, подписчик. Какая разница, созвучно это вообще, это случайность. Не важно вообще, что с моим ником. Ты вообще, ты вообще иди домой. Да какой домой? Так, чувак, подожди-ка секундочку. Я уже как бы выздоровел полностью. Я сейчас проветриваю свою небольшую, так скажем, квартиру. Ну, а здесь ты какую-то непонятную ерунду делаешь. Фотографируешь чё-то опять. Чё за секреты ты тут делаешь? Пока я там якобы болел, блин. В смысле, секрет? Секрет на той секреты. Чё я тебе должен вообще рассказывать? И вообще, у тебя же день рождения 4 ноября, да? Ну да, и что с того? Так до дня рождения моего ещё 10 дней примерно. Да какая разница? В общем-то, ещё тут придут к тебе друзья всякие, подарки дарить будут. А я чё, без подарка буду вообще, что ли, а? Ну, вообще за человека меня считаешь? Нет? Имею уважение. Всё, давай, иди. Так подожди, стой-стой-стой. Это типа ты для подарка что-то фотографировал? Так я и так тебе много информации рассказал. А ты как думаешь, а? Ну, головой немножечко подумай. Всё, давай. Так, ну подожди. Так давай я тебе помогу, что ли, там, пофоткать? У тебя же телефон разбит. Я тебе скину потом. Давай рассказывай, в чём суть, как бы, чё нужно сделать. Так, Пиксель, ты меня уже достал, а? Ты должен сидеть дома. У тебя там это, понимаешь ли, вот, всякие там дома дела незаконченные наверняка есть. А я тут вообще своими делами буду заниматься. Всё, давай. И так я в твоей деревне тут месяц уже. Так. Чего? В смысле месяц? Говорю минуту, уже торчу здесь и так бесполезно, вот, понимаешь ли, делами занимаюсь. Так, 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 ребят, вы же слышали? Он сказал, что я в твоей деревне уже месяц. В смысле месяц? Какой месяц? Ты чё, у тебя уши иди прочисти. Вообще, что ли, завонялся тут, ходишь ли, посмотри. Пахнет у тебя неприятно, уши нечищенные. Вон, иди помойся. Чё ты меня оскорбляешь? Нормально от меня пахнет, блин. Ты точно сказал, что месяц, месяц ты живёшь в моей деревне. У тебя тут дом, что ли, появился или что? Какой дом? Ты видишь, что мой дом здесь, что ли? Нет, конечно. Ты чё, вообще, что ли, меня за дурака принимаешь, да? Я бы свой дом по-любому спрятал бы где-то. И вообще здесь дома нет, у меня целая деревня. Так. Чего? Ещё раз? Чего у тебя там в своей деревне? Какая деревня? Ты вообще, что ли? Ты в деревню свою какую-то переехал? А чё ты мне не рассказывал? Я в своей деревне живу, в деревне подписчиков. Ты чё, вообще, что ли? Ну, тебя вообще, ну, да, я смотрю, вообще тебе плохо, да? Так, слушай, странно это всё. Конечно, знаете... Хорошо, хорошо, стой тут. Может быть, мне, ребят, конечно, один раз послышалось, но вы же тоже наверняка это слышали. Мне, наверное, нужно вставить карту памяти в компьютер, ребята, посмотреть запись и убедиться в том, что я не сошёл с ума. Хотя лучше, знаете, с другой стороны, за ним просто проследить, потому что как-то слишком сильно он занервничал, замешкался, начал заговариваться, ребята. Здесь определённо что-то не так, поэтому давайте сделаю вид, что я просто прогуливаюсь, куда-то ухожу, а на самом деле, ребята, хочу забраться на крышу дома мэра. Естественно, сделать это удобно через вот этот вот небольшой, так скажем, пандус. Так, он вроде куда-то отбегает, что-то опять фотографирует. Я быстренько забегаю, ребята, поднимаюсь сюда на крышу этого высокого здания. Отличненько. И просто-напросто вот таким вот лёгким образом перепрыгиваю. Остаётся только от третьего лица, ребята, за ним следить, чтобы он меня ни в коем случае не заметил. Ё-моё, вот это я, конечно, свалился. Ладно, ничего страшного, ребята, было больно, но я лучше с пола посмотрю. Тем более, вход в этот дом я вижу. Так, подождите, он где-то идёт, 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 слышите? Ля-ля-ля, как говорится-то, поля, я здесь ничего не делаю, ничем я здесь не занят. Так, пиксель дома, а, ушёл куда-то, наверное, мыться всё-таки, послушал мой совет. А мы пойдём-ка и здесь оставим свои вещички. Какие ещё вещички? Он чё там обалдел? Он, походу, ребята, в этом, в этом здании живёт. А ну-ка, секундочку, иди-ка сюда, вещички он тут оставит. А ну-ка, стоять, сейчас мы его на горячем поймаем. А куда, куда он, куда он пропал? Он же точно сюда заходил. Чего? Так, подождите, на улице я его нигде не вижу. Заметить он меня вряд ли мог. Поэтому, точно, точно, ребята, вы, наверное, догадались, он 100% ушёл через подвал. И вы знаете, что все, практически, дома в нашей деревне соединены одними большими катакомбами. Во-во-во-во, вот здесь я могу спуститься и сейчас выйду в сторону своего дома. Правда, катакомбы несколько изменились, и это... Ещё чё за фигня? Подо... Чего? Этого здесь точно не было. Вон он чё-то бегает, смотрите, он даже на меня внимания не обращает, потому что уверен, что про его секретное место никто не знает. Чё он бормочет так? Нужно приблизить. Вот тут я, в общем-то, оставлю вещи, ресурсы, лаки-блоки всякие. Да, нужно всё-таки лаки-блоки расставить, как бы, это, ну, вещь нужная, как бы. Какая ещё нужная вещь? Так, спускаемся. Блин, тут лестница была, надеюсь, он не услышал, как я упал. Окей, сейчас мы его, ребята, ещё в очередной раз напугаем. Потому что какую-то деревню он тут построил. О, отлично, он идёт сюда, ребята, сейчас я сбоку как вылечу. Здорово, чувак, здорово! Ты чё, дурак, что ли? Ну, у меня школа сахрип. Чё ты делаешь-то, а? Опа, это ты мне расскажи, чё ты тут делаешь. Я сразу понял, я сразу понял, что в тебе что-то поменялось. Во-первых, твой никнейм, чтобы я не заподозрил, что ты как бы здесь в деревне моей живёшь, чтобы я тебя через серверную базу не увидел. Во-вторых, ты начал говорить, что уже месяц тут живёшь, а я тебя месяц практически не видел. Потом про деревню проговорился, проспрятал. Так, ну и что ты в своё оправдание скажешь? Опа, погоди, погоди. А-а-а! Так это вот, я представляешь, я спустился, значит, проверить канализацию. А здесь такое, вот к тебе как раз возвращался рассказать. Да пойдём мэру расскажем, пойдём вместе, пойдём. Какой мэру? Ты реально думаешь, я на это поведусь? Я на камеру записал, как ты тут какие-то ресурсы куда-то складывал, локеблоки устанавливал. Ты чё думаешь, мы с ребятами что ли совсем дураки? Ты нас за кого держишь-то? Нет, я вас не держу. Ну так вот именно, что ты нас не держишь. Поэтому я сейчас тут всё и осмотрю. Так, посмотрим. Да не, Пиксель, да как... Да всё уже успокойся, ладно. Чё уж ты пристал так, а? Вот подумаешь, надо тебе всё знать, надо тебе всё рассказывать, блин. Так, а ты как думал, ты под моей деревней, значит, построил себе какую-то непонятную штуку, поселение? Непонятно для каких, кстати, целей. Для чего ты это сделал? Ну-ка, рассказывай. Да в смысле для чего? Да просто, ну потому что у тебя в деревне постоянно места нет, негде поселиться. Вот приезжаешь ты к тебе в деревню, да, а пожить даже негде. Вот у тебя приночуешь пару дней и всё, и потом снова в свою. А я, может, хочу здесь пожить. Вот, ну нужно же где-то, как бы, обитать. Я здесь, ну, решил отстроить себе всё-таки копию, знаешь, по твоей деревне. Я вам не мешаю, вы мне не мешаете. Ну, правда, иногда с крыши капает. Кстати, надо чё-то придумать с потолком, не особо красиво. Да какой придумать? Ты чё, обалдел, что ли, придумать с потолком? Съехать тебе отсюда надо. Во-первых, это не очень-то, я тебе так скажу, безопасно. В любой момент земля может прохудиться и рухнуть вся наша деревня. Во-вторых, это незаконно. Вот ты тут придумал себе какую-то, я не знаю, балкон какой-то пристроил. В смысле, незаконно? В смысле, незаконно? Мэр мне просто сказал, что нельзя, как бы, жить в вашей деревне, ничего строить. Я не в вашей деревне, я под вашей деревней. Всё это время жил, и, в общем-то, вы даже не замечали, и всё нормально. Обалдеть просто. Вы посмотрите, ребята, он тут полностью всё сделал. Ё-моё, реально протекает, причём довольно-таки неплохо. Фермы себе построил какие-то, дома. А сколько ты это делал? Месяц? Серьёзно? Ну, чуть-чуть больше, но в целом да. Это обалдеть, ребята, это насколько я невнимательный. Не заметить, как у тебя под носом строят такую громадину. Локи-блоки ещё какие-то. Я бы их с большим удовольствием открыл, но сейчас выпадет что-то не то, и всё, как говорится. Всем удачи, всем пока. Сейчас мы ещё с тобой побеседуем по этому поводу. А вот ты не подумал, что какой-то житель тебя заметит и полицию на тебя вызовет? Да я с ними договорился, подумаешь, вызовет он. Чё он там вызовет? Обалдеть, и с жителями он договорился. Ну вот, ну вот, понимаете, в последнее время в деревне что-то не то происходит. То у нас, ребята, вещи пропадают, и жители что-то воруют между собой. То у нас под деревней ещё одну построили. И неизвестно, что бы тут могло произойти, если бы я это заметил чуть позже. Мало ли, тут бы, я не знаю, целое поселение подписчиков образовалось. Не то, что бы я против, но это действительно, ребята, против правил Майнкрафта. Короче, я сейчас с ним побеседую, а вы пока что напишите, пожалуйста, в комментариях, как мне поступить вообще со всей этой подземной деревней, которую подписчик построил. И получается, ребята, что всё это время подписчик жил под моей деревней. А вы пока что подписывайтесь на канал и лучше так никогда не делайте. Всем удачи и пока. Я надеюсь, тут никакого ТНТ нигде не спрятано.